Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, приветствую вас. Скажите, вы читали эту статью в New York Times? Какие выводы вы сделали, прочитав статью? О чем она, для кого она? И вот этот тезис о том, что Путин готов к переговорам, как его трактовать? Есть вообще такое информационное поле, в котором контрнаступление Украины, скажем, не дало тех результатов, которые мы рассчитывали. Что вот, значит, есть цитируя, скажем так, наших западных СМИ о том, что тупик, хотя, в принципе, я думаю, что он таким не является. Ну и так далее. И поэтому, ну, конечно же, давайте в время поговорить. Ну и вроде как Путин говорит о том, посылает сигналы, не говорит об этом публично, посылает сигналы, что вот, значит, мы готовы остановиться на том, что у нас есть, и готовы этим удовлетвориться. Все прекрасно, опять же, понимают, что это абсолютно не так. И не имеет никакого смысла входить в переговоры, когда все четко понимают, что Российская Федерация, она не готова говорить на самом деле. И точно мы не можем доверять ей в вопросе тех обязательств, которые она может взять на себя. Да и кроме того, у нас есть четкая позиция, представленная президентом. У нас есть решение Совета национальной безопасности и обороны, у нас есть указ президента, который вводит в действие это решение, о котором мы с Путиным не ведем переговоры. Ну, а значит, должны быть какие-то другие представители России в том, чтобы мы уходили. Ну и кроме того, опять же, я повторю, что главная цель Путина – это точно не вопрос мира или перемирия, это вопрос какой-то передышки, которая ему нужна для того, чтобы начать новую виток агрессии. Вот и все. Ну да, очень выгодно позиционировать себя миротворцем накануне своих же перевыборов. И при этом еще и намекать, давайте НАТО не будет вооружать Украину, а лучше на блины, цитата, да, приезжает. То есть, вот, собственно, как бы он и озвучил свои пожелания. Но в то же время мы слышим от разных европейских политиков заявление о том, что нужно идти дипломатическим путем, то есть, оно же переговоры. Из, вот, пример немецкой Зеленсаксонии сказал, что нужно вообще отказаться было бы Украине от захваченных территорий и таким образом начать переговоры. Итальянский министр обороны говорит, давайте разговаривать. Да, мы вооружаем, но давайте разговаривать. Как вы считаете, это все взвение одной цепи? Либо же это политики работают на свой внутренний электорат своих стран? Каждая ситуация по-разному. Кто-то работает на внутренний электорат, кто-то, скажем, получает большую информацию от источников, связанных с Российской Федерацией, поэтому у него своя картина мира. Мы должны понимать, и об этом говорим, что, пожалуйста, мы готовы к дипломатическому пути. У нас есть формула мира президента Зеленского. Мы активно работаем с разными странами. Но по имплементации нам нужен важен мир, и мы готовы говорить о справедливом мире. Мы четко посылаем эти сигналы. То, что не готова к этому Российская Федерация, ну, извините, это, скажем, ее позиция, а у нас есть свой путь, по которому мы двигаемся. И Украина никогда не отбрасывала там переговоры. Вопрос просто в целесообразности раз, вопрос переговор на позиции два, и вопрос о том, готовы ли обе стороны говорить о справедливом мире. Российская Федерация пока точно не готова, как минимум с публичных заявлений у Дмитрия Путина тоже. Все вот эти советы, когда откажитесь от территории, там еще что-то, мы говорим сейчас не о подстрактной территории. Мы говорим о территории, в которой живут украинцы. Достаточно большое количество людей, которые проживают на этой территории. Это вопрос даже морального момента, когда Украина отказывается от своих территорий, своих граждан. Мы не имеем права это делать по Конституции, как минимум. И после Бучи, Ирпеня, Мариуполя, многих других городов, в которых побывал русский мир, и мы знаем, к чему он приводит. Мы просто не имеем права оставлять наших людей в руках у кровавого детектора Путина. Вот и все. Поэтому все вот эти разговоры, они ничего не имеют общего с международным правом и, в принципе, с реальностью. А все прекрасно должны понимать, что любую уступку Путин воспринимает как слабость, и он потом будет ее использовать против Запада. и он явно не остановится на завоевании Украины. А самое важное, то, что еще должны понимать, допустим, анализируя тоже, давайте, там, Чечистскую войну, которая происходила, Российская Федерация после поглощения территории, она еще использует вооруженные силы, которые там есть, на реализацию своих имперских амбиций. Поэтому, ну, наверное, нужно подумать, что же будет и как будет использовать Путин, тот панцихал, если ему, не дай бог, получится захватить Украину. Поэтому здесь намного более глубокие вопросы. Если до следующего итога агрессии, это будет против стран Запада, против стран НАТО, и тогда те, кто, итальянцы, да, заявляют о том, что откажитесь там от территории, ну, это станет их проблемой. Тогда немцы, немцы, Саксония. Да, это просто станет их проблемой, тогда их вооруженные силы должны будут воевать против войск Российской империи в том объеме, в котором они у нее будут. И это будет намного более глубокие проблемы. Игорь, я перебью вас на секундочку. Вот говоря о Германии, была бы такая плохая шутка истории, ведь мы видим, что делают оккупанты на разрушенных городах. Они же там выставляют красный флаг Советского Союза. Да, да, это правда. Ну, здесь, смотрите, здесь есть заявление, скажем, представителей земли, да, ну, земель, которые входят в состав Федеративной Республики Германия, но в то же время мы видим позицию того же Шольца, да, и его трансформацию, которая четко антипутинская позиция, антиимпериалистическая с точки зрения, скажем, Российской Федерации, и она проукраинская, да, это про помощь, и Германия сейчас, она занимает лидирующие позиции, да, в случае, когда поддержка и помощь немножко проседают в связи с внутренними процессами в тех же Соединенных Штатах Америки, Германия берет на себя лидерство. Поэтому это, скорее всего, исключение из тех заявлений, которые сейчас делаются. Плюс, давайте еще не забывать, что Германия – это та страна, которая имеет очень серьезные связи с Российской Федерацией. И, между прочим, связи на уровне земель, они, наверное, самые-таки серьезные, потому что у них тут децентрализация, и, кстати, у них совсем другой процесс бюджетирования и трата этих средств. И там связи даже с Российской Федерацией, они устроились не только на уровне, наверное, не столько на уровне федерального правительства, а сколько на уровне также и земель. Поэтому очевидно, что там есть определенные нюансы, которые подталкивают к подобным заявлениям. Но, опять же, здесь, смотрите, это же не первый раз, когда о таком говорят. Вспомните то, о чем говорили в первый месяц начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. Но мы показали стойкость украинского народа и наше желание как раз добиваться сколько мы сможем справедливого мира. Поэтому мы по этому пути и будем двигаться. А наша задача как раз просто говорить о том, что будет, если мы сейчас пойдем в какие-то соглашения с Российской Федерацией. И это не решение вопроса, опять же, это только отстрачивание нового витка агрессии. Мы видим, как в Европе, в общем, нарастает обеспокоенность возможностью нападения России. Вот в Нидерландах громкое заявление прозвучало министра обороны о том, что стоит готовиться к конфликту с Россией. Не кажется ли вам, что подобные заявления и настроения могут льстить Путину и его власти, что вот, мол, их боятся? Больше говорят об этом, чем о том, какие огромные потери они несут в России, в Украине. Не преувеличено ли это, по-вашему, вот это настроение? Смотрите, это же не берется с пустого места, да, скажем. Да, Российская Федерация, она понесла очень тяжелые потери в Украине, и все это прекрасно понимают, но горизонт, скажем, планирования в случае, допустим, завораживания войны в Украине, это 3-5 лет. Да, есть оценка немецких аналитиков, есть оценка польских аналитиков, да, как раз, одни говорят 5, вторые говорят где-то 3 года, да, понадобится для того, чтобы возобновить Российской Федерации, скажем, потенциал. Плюс, ну, нужно понимать, что западные общества, они все-таки немножко далеки от войны в Украине, и да, для них большое потрясение, это там те зверства, которые совершала Российская Федерация в той же Буче, но им тоже нужно осознание, да, близости этого конфликта и того, что он может касаться их напрямую, и лучше сейчас сделать все возможное для того, чтобы не допустить прямого столкновения в будущем. И поэтому пытаются донести эту информацию, что да, хорошо, возможно, сейчас вы не чувствуете эту угрозу так близко, не только там видите, да, что происходит в Украине, но она вполне реальна, поскольку, опять же, через 3-4 года Российская Федерация, она продолжит свой имперский угар, и следующие, у него будут следующие цели, да, даже называется, это может быть Молдова, это может быть Балканы, это может быть страны Балтии, что более, худший сценарий, поскольку они являются членами НАТО, и тогда придется реагировать, и есть статья пятая коллективного договора безопасности, которая, это уже вопрос не просто предоставления оружия, беспокойства, накладывания санкций, еще чего-то, это использование конкретно вооруженных сил, то есть граждан, конкретных стран в том, чтобы защищать своих союзников, поэтому мне кажется, что здесь все-таки игра не то, чтобы там мстила Путину, хотя возможно, да, он человек очень тщеславный, но это вопрос работы с обществами, и в том, чтобы к ним доходило понимание всей той угрозы, которая есть, а это важно с точки зрения их электоральных симпатий, голосований, поддержки тех решений, которые делает их правительство, ну, так работает демократия, поэтому мне все-таки кажется, что это больше не про Путина и Вячеславия, а все-таки про работу с сообществами и с осознаниями ими всех тех угроз, которые несет Российская Федерация на уровне сейчас и завтра. Да, мы в Украине хорошо знаем, насколько важно для отражения российских угроз единство, и вот сейчас очевидно, что Европа тоже начинает это понимать. Как вы думаете, насколько важно в контексте обеспечения вот этого единства европейского возможный визит, встреча президента Зеленского с венгерским премьером Орбаном, встреча, которую сейчас украинская власть готовит? Мне кажется, что до момента падения режима Орбана в Венгрии, там особо сложно на что-то повлиять. То есть наша задача она показывает то, что мы максимально конструктивная сторона, если мы видим, что есть проблемы с Венгрией, мы готовы с ними разговаривать, мы готовы находить компромисс. Мы это много раз уже показывали. Принятый закон о меньшинствах, он четко это тоже показывает. И в целом готовность наша к диалогу она правильная. Но сможем ли мы повлиять? У нас на самом деле нет инструментов, которые можно было бы использовать в том, чтобы повлиять на позицию Орбана и Венгрии. Но эти инструменты есть у наших партнеров, есть в Европейском Союзе. И безусловно шантаж Орбана не может длиться вечно. Поэтому то, что встреча произойдет, это будет безусловно позитивно. Но ожидать от него какого-то прогресса и изменения позиции Орбана я бы не стал. И мне кажется, что здесь все-таки должна быть очень жесткая позиция по Орбану. Действительная готовность применения статьи 7 договора о создании Европейского Союза, который позволял бы лишить права голоса, ну и, соответственно, права вида страну, которая систематически нарушает принципы, на которых жизнится Европейский Союз. И здесь это как раз ложится в канву Генгрии, чтобы создать такой прецедент. Здесь есть свои сложности, поскольку каждая страна будет думать, что, ну, хорошо, применили один раз, можно применить второй, и где гарантии того, что второй раз это буду не я. Но в целом здесь более такая жесткая должна быть позиция. Я, безусловно, буду только очень рад, если президент Зеленский сможет найти слова и, возможно, какой-то инструментарий для того, чтобы действительно повлиять на позицию Венгрии, чтобы она поменяла. Но мне очень сложно сейчас представить, что это может быть такое. Поэтому я с точки зрения результата в контексте того, что он меняет свое поведение, здесь скептичен. Хотя в целом безусловно поддерживаю любой диалог и считаю, что это нужно абсолютно всегда делать. И да, пытаться находить интересы и их скажем паритетности с нашими тоже интересы. Понимать интересы наших оппонентов или партнеров тоже, и понимать наши интересы, и сопоставлять их, и таким образом действовать больше не на уровне только ценностей, а как раз интересов. Это правильный подход. Но вот в случае с Орбаном в Венгрии это очень сложные кейсы, в которых, опять же, к сожалению, ключики, мне кажется, они не у нас. Игорь Ильич, хотелось бы с вами вот такую тему обсудить. Сегодня эксперты очень много высказались относительно заявления, не заявления, даже о публикации, которая появилась в японской межнедельнике, где Путин якобы сказал Алексею о том, что он готов воевать еще пять лет. Скажите, пожалуйста, как по-вашему, что услышал Китай в этих словах, если они действительно были сказаны, и готов ли Китай к такому развитию событий, понимая, очевидно, что Путин будет просить денег, просить вооружение и тянуть идея на себя? А тут такой вопрос. Я думаю, что сила не очень верит Путину на самом деле. Китайская разведка, она работает, очевидно, что они тоже прекрасно понимают сложную ситуацию в российской армии, практически без перспективности и вопроса сохранения территории, и вопроса ее дальнейшего, скажем, агрессии. Они прекрасно понимают и видят те потери, которые несут, видят возрастающие возможности Украины. Поэтому я думаю, что они скептически к этому отнеслись и, в принципе, есть уже источников, которые об этом говорят, даже в этой статье, между прочим, тоже подавалась информация о том, что Китай, скажем, скептически воспринял эту информацию от Путина. Дальше, ну, тут, наверное, нужно понимать интерес, скажем, Китая. Интерес Китая, он, наверное, заключается в том, чтобы Путин, да, был своеобразным таким неадекватом, который бы кошмарил Запад, где-то ослабливал, где-то пытался, скажем, расколоть и так далее, поскольку, ну, очевидно, что в той конкуренции, которая существует между Западом, в первую очередь, Соединенной Америки и Китаем, это может быть определенным рычагом, который они могут использовать. С другой стороны, конечно же, СИ было бы более интересно, если бы Путин мог реально создавать проблемы. То есть, на сегодняшний день чего добился Путин? Путин добился расширения НАТО, Путин добился консолидации позиций в НАТО, на Западе, в Европейском Союзе, уменьшение зависимости от Российской Федерации, поиск альтернативных источников энергии и всего остального, то есть, уменьшение, скажем, зависимости, а значит, уменьшение возможности, скажем, влиять. И сейчас Европейский Союз, он прекрасно понимает то, какую угрозу несет Россия и потенциальные ее союзники, они наращивают производство снарядов, техники, скажем, ракет и всего остального и, скажем, это определенная угроза для Китая на самом деле. Для него было бы лучше, если бы Европейский Союз оставался в состоянии спячки и чтобы он не проводил эти реформы, десятилетиями, которые ему нужно было провести в вопросе того, чтобы полностью иметь способность обеспечивать свою безопасность. И в случае, допустим, решения глобальной задачи КСИ, то есть, возврат Тайваня под контроль Китая, для него это проблема, поскольку есть консолидация и сейчас все ВПК Запада, оно работает на то, чтобы наращивать свой потенциал и в этом наверное есть определенные моменты раздражения той позиции, которую сейчас занимает Путин. И в принципе там тоже говорилось о том, что при визите в Китай перед вторжением в начале февраля Путин не давал информацию и не говорил о том, что он собирается делать. То есть, не предупреждал своего союзника, очевидно делать такие заявления, которые Китай протоктовал как, ну скажем, более масштабные действия на востоке именно Украины, но никак не полномасштабное вторжение. Там, наверное, было бы это легче все обыграть для Путина и, наверное, было бы интереснее для Китая. Поэтому мне кажется, что это больше камень преткновения. Но опять же, Китай будет пытаться использовать Российскую Федерацию максимально, насколько он это может в вопросе как инструменты давления и проблемы для Запада, также и в вопросе сырья, которые нужны для Китая, особенно в контексте тех проблем замедления экономического развития, которые у них есть на сегодняшний день. Поэтому мне кажется, что позиция Китая, она будет зависеть от того, насколько может быть полезно поведение России, в конкретный период времени. И от этого они будут выстраивать уже свою позицию, свое отношение. Игорь, ну основательно все объяснили, вопросов больше нет. Спасибо вам большое. Игорь Петренко, доктор политических наук, эксперт аналитического центра Объединенная Украина. Спасибо. Спасибо.